Подробнее об историческом событии и том, что сейчас происходит с США, нам расскажет корреспондент Русской службы Голоса Америки Роман Мамонов. Он на прямой связи из Вашингтона. Роман, добрый вечер. Да, коллеги, добрый вечер. Собственно, то, чего мы ждали, два с половиной месяца случилось в полном соответствии с американской политической традицией и Конституцией. 20 января в пятницу 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама передал власть 45-му главе государства Дональду Джей Трампу. Все случилось на западной стороне Капиталистского холма, как и заведено, в последние десятилетия Дональд Трамп прибыл на Капиталистский холм в здании Конгресса в сопровождении Барака Обамы. Они появились на специально построенной трибуне и после чего, после принесения присяги, собственно, Дональд Трамп произнес свою инаугурационную речь, которая, вопреки многим ожиданиям, оказалась не столь объединяющей, как многие ждали. Вопреки как раз прогнозам, что Дональд Трамп попытается как-то высказаться в сторону обеих частей американского политического спектра и республиканцев, и демократов, призвав их объединиться, он, наоборот, обратил внимание на то, что при предыдущих президентах и республиканцах, и демократии Бараки Обамы, мол, власть принадлежала Вашингтону, а теперь-то при доме Дональд Трампе она, конечно, вернется народу. Сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации другой и не от одной партии другой. Сегодня мы передаем власть от Вашингтона вам, народу. Слишком долго небольшая группа людей в столице наслаждалась лаврами власти, а народ за это платил. Вашингтон процветал, но людям не доставалось его богатства. Политики жили припеваючи, пока рабочие места уходили за рубеж, а заводы закрывались. Истеблишмент защищал себя, а не граждан своей страны. К своей нагрузанной речи Дональд Трамп в очередной раз, в общем, как и во время предвыборной кампании, обрисовал достаточно мрачную картину происходящего в Америке, указав и на криминальные банды, и на проблему с наркотиками, и на иммигрантов, и на проблему с инфраструктурой. И пообещал, что, конечно же, в этот момент, в момент, когда он приносит присягу и становится президентом, все изменится. Впрочем, теперь вопрос в том, как он будет реализовывать свою программу, и какие будут у него первые шаги. Дональд Трамп в первый день подписал только указы о назначении тех выдвиженцев, которых он предложил на министерские посты. Он намерен начать работу в понедельник, заявив, что не хочет смешивать празднования и непосредственно служебные обязанности. Впрочем, надо сказать, что Дональду Трампу устроили не слишком теплый прием в Вашингтоне, я не имею в виду погоду. Во-первых, ожидалось, что будет примерно 900 тысяч человек на его инаугурации, в то время как, в общем, видеотрансляция с Национальной аллеей показывала, что она заполнена, в лучшем случае, на треть. Хотя, например, 8 лет назад на первой инаугурации Барака Обамы было 1,8 млн человек. Сейчас было визуально, конечно, меньше. Кроме того, почти 60 конгрессменов объявили бойкот ему, ну и не говоря уже о селебрити, о знаменитостях американских, которые также проигнорировали инаугурацию Дональда Трампа. Ну и, конечно, стоит упомянуть о тех протестах, которые произошли как в день инаугурации Дональда Трампа в пятницу. Еще толпа разгромила отделение банка Банк оф Америка, а также кофейню Старбакс и забегаловку Макдональдс. Ну а на следующий день, в субботу, здесь, в Вашингтоне, прошел массовый марш женщин. Вообще, эта акция объединила женщин по всей стране, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. Но здесь она стала поистине массовой, и это, конечно, знак того, как оппоненты Дональда Трампа намерены сопровождать его первый президентский срок. Коллеги. Спасибо. Это был корреспондент Русской службы Голоса Америки Роман Мамонов.